привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и мы с вами в игре за канцел так друзья мы расследуем смерть адамс девушка с которой у нас серию назад ничего не получилось мы отказались не разговаривать поскольку узнали к чему это все приведет но тем не менее на утро обнаружили что мисс адамс убита и я так понимаю что у нас есть конечно круг подозреваемых и я думаю что мы не будем исключать из этого круга никого но может быть мы можем исключить эмили с которой так замечательно провели вечер с другой стороны она ушла из спальни луи скажем так гораздо то есть она провела не всю ночь она ушла и это тоже не исключает ее из круга подозреваемых как бы это не печально было так это кто здесь кто панапарт вот с комната панапарта мы и начнем итак месье панапарт какие улики у вас могут быть так во первых мне говорили что там что-то было на камине книга так нет здесь мы на камине забрали всего что-то еще здесь мы тоже все забрали но выйти на балкон нельзя да по-прежнему нельзя шпагу мы смотрели устойчивость так панапарт милый сын прошу поторопиться летите оба на борт это мы тоже отчитали с вами в принципе мы можем о извините панапарта здесь сидите а это как это сапожки сушим надеюсь вернее надеюсь я думаю хорошо что мы запахов не ощущаем так что у нас тут перчаточки смотрите-ка лежат так письмо так это приглашение морцы мир это мы тоже читали что у нас тут всего одна кобура стул из металлета мне нет с другой стороны набор для очистки оружия сразу видно солдата так это все хорошо луи но я так думаю что прежде чем как вообще ведут себя детективы они начинают с места преступления поэтому извини бонапарт я уйду пока что а мы должны наверное все таки вернуться в комнату эмили фуэмили миссис адамс и осмотреть ее где была ее комната ну-ка покажите мне карту и так комната бонапарта комната адамс вот сюда мы с вами и должны направиться так что пошли мы так здесь у нас по дороге ничего нет интересного книжки это туда наверх отсюда мы пришли и вот ее комната я так понимаю почему она закрыта или это что-то не то так секундочку я еще не дошла так а вальни сюда мы не можем зайти нет смотрите-ка его комната закрыта так ладно какой тут укромный уголок о это мортимер добрый день добрый день месье дариши мистер волны гер а вольнер вы что-то ищите возле комнаты элизабет я нет что вы ничего не ищу у нас ну-ка давайте-ка намекнем что он выглядит подожди это самая короткая дорога не самая к вашей комнате да я сам не заметил как тут оказался о оставляю вас сэр пойду в свою комнату а а так ладно вольнер ты пытался тут что-то уничтожить какие-нибудь улики давайте мы сами все посмотрим и ну нас это а а так что так так это и и Так, Луи. Её очень странно порезали, скажем так. И это явно не пулевые отверстия. А вот и ножичек, которым мы её порезали. Что у нас тут? Пузырьки сопи. Да-да-да, уж что-что. Вспомнить, как действует опи, я вам и так расскажу. Не обязательно это изучать. Давай изучим пузырьки. Этикет согласит, что это настойку произвели в Америке. То есть ли тут замешан Вашингтон? Может, он и замешан, но опи есть опи. Это как бы... Откуда-то она его доставала. Не думаю, что... Это и есть причина смерти. Ммм, якорцы. А мне больше интересует вот эта вот дырка на стене. Борис Гекро указывает на то, что во время нападения Элизабет стояла. Конечно, девушка была хрупкой, но она наверняка сопротивлялась. Того, кто борется за жизнь, очень нелегко... Поддержать. Так, а смотри, то что сдвинут... И вернее, перевернут подсвечник тебе это... Ни о чем не говорит. Так, ладно. Часы остановились в 3.54. Если их сломали во время нападения, то нам известно точное время убийства. Значит, Эмили, мне подозрение, потому что в это время она была со мной. Ага, ну, хорошо, что ты смотрел на часы. А, тут даже есть этот... Слуга. Так, письма. Джон Адамс. Так, это мы читали. Что еще? Только что мелькнуло. Сейчас, сейчас. Камеле я подойду потом. В самом конце. Да, оккультный круг. Он тут тоже уже был. Пентаграмма. Что тут вообще творилось? Вспомнить матушкины книги. Подумать о связи со смертью Элизабет. Интересно, смерть Элизабет как-то связана с этой пентаграммой? Все, кто проводит искаженные ритуалы, убили бы Элизабет в самом центре фигуры. А не в трех метрах от нее. Странно все это. Ну, насколько мы знаем, Элизабет, похоже, сама тут все разрисовала. Записная книжка Элизабет. Она писала сразу на низких языках, сложно разобраться. Так, знания. Ну-ка, давайте-ка. Это средневековая латынь. Кое-что я могу перевести. Ну, а даже какая образованная девушка. Он идет. Демон явился. Он вернулся, чтобы меня убить. Он уже здесь. Смерть моя близка. Я столкнулась с ее сыном. Это последняя запись, но и почерк. Так. Я столкнулась с его сыном. Так, это мы читали. Это письмо от сестры. А вот ты пистолетик. А вот ты пистолетик. Ну-ка, ну-ка. Пистолет, причем довольно новый и удивительно легкий. Руками-то брал его. Заглянуть в дуло. Ствол идеально чист. За ним хорошо ухаживали. Не заряжен, да и следов пороха нет. Полагаю, мы давно не пользовались. Рукоятку. Засохшие потеки крови. А, сложно сказать, откуда они здесь. Ну-ка, изучим. На стволе выграю нас освободителем Франции. Гравировка. Понятно, это пистолет Бонапарта. Осталось найти владельца. Да-да-да-да. Владельцы-то мы нашли. Но это ли орудие убийства? Следы засохшей крови. На рукоятке тоже еще ни о чем не говорят. Если ее убили ножом, то... На улице я выйти могу? Нет. Что у нас тут? Клощок ткани хорошего качества, кажется. Это шелк. Судя по плотности и цвету обрывок платья, какие носят благородные дамы. Вспомнить платье. Ну-ка. В гардеробе Эмили преобладает черный цвет, а у Элизабет нет ни одного такого наряда. Так, посмотрим внимательнее. Ткань испачкана. Должно быть, порвался подол, который вылочился по земле. Знакомый муаровый узор. Матушка была одета в такое платье, когда уезжала отсюда. О, черт она делала в этой комнате. Ха. Ха-ха-ха. Вот этот клочок, может быть, многое и объяснил. Дьявол, а это ее... Как сказала Эмили еще раз? Где там были ее... Мемуары. Мемуары от дневников. Здесь привернутый светильник. А это его сын, она сказала. Ну, если бы это была матушка, она бы не назвала это сыном. И так, почему здесь все перевернуто? Ну, в общем, борьба была не... Слабая, я так понимаю. Давайте смотреть. Подписывайтесь. Поехали. Поехали. Ну, в общем... ... ... ... ... так руку голову ноги руки так ну давай начнем с головы череп выглядит неповрежденным шрам от давней трепанации бедная элизабет она явно была совсем маленькой когда ее оперировали какой у нас торчер на шее есть старые шрамы похоже на увечья да она вообще вся в шрамах так нос сошла кровь давайте рассмотрим под носом следы крови но он не выглядит поврежденным так давай обратно так что сортов какой странный запах но она это вещество опи какой запах от придворных ну-ка ладно настойка опиа некоторые придворные злоупотребляют больших дозировках может вызвать приступы безумия ну мы уже знаем да что она пила вино с опием поэтому неудивительно и к делу я так думаю это не имеет отношения так давай каторс изучать вот на больше всего по меньшей мере 9 порванных ран на грузе похоже они стали причиной смерти все это тут кастрюля наука 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 татуировки рассмотреть рано похоже рано наносили под определенным углом словно убийца стоял позади элизабет татуировки некоторые татуировки настоящее произведение искусство подождите кожа на груди отличается черт побери татуировку нанесли на кусок кожи который пришили ей груди судя по шраму в далеком детстве о моем год такие татуировки у нее по всему телу тут даже самый здоровый человек сошел бы с ума так ладно ты ужасно на самом деле так руку на теле множество садин она боролась изо всех сил наверно было много шумов также вижу несколько старых штрамов как будто на себя резала вена кстати так подумать о значении порезов обычно люди наносят себе рано чтобы избавиться от переживаний терзающих душу справляясь с болью они возвращают власть над собой так давайте на татуировки на руках посмотрим рассмотреть оккультизм но они явно оккультные она вот это рула знак сиди кузель бла-бла символы живого бога по словам верующих надписи сделано на языке древних в ее возрасте мало кто знает о таких символах может ее мать влекала с оккультизмом да как бы ей не насильно все это сделали так это мы их рассмотрели с точки зрения оккультизма мы можем рассмотреть с точки зрения эрудиции масонский символ он-то и зачем привести надпись мы не можем итак давай рассмотрим шрама скажем сюда шрама по большей части рубцы от давних порезов и мусс лифим он-то интересует больше ладонь конечно ну да как-то нам не дают на ладонь посмотреть под ногти заглянуть опять же так ладно это рукам изучили руки ноги подожди правая рука в крови муран нет на левой руке ничего кроме татуировки запястье мы смотрели за 5 всех не саден не крови и похоже что я связали и удерживали силы татуировка еще раз так грамма ловушка ее носители считали что защищает себя от зла журчая других циркул синтаграмма чего мне об этом не говорит руки торс мы изучили голову изучили остались ноги сладьбы ноги в крови но вещи нет ну так если по всему телу цикла кровь естественно все будет в крови кровавые потёки судя по направлению в котором цикла кровь из рам на груди девушка довольно долго стояла из кран значит она приняла смерть стоя возможно и в этом помогли а зачем так татуировки вот примерно те же татуировки что и на теле проверить на изнасилование не думаю так но мы все тут посмотрели на теле ужас конечно так вы и подожди не ходи по месту преступления так теперь у нас тут бедняжка умерла от потери крови у того кто оставил этот след настоящий на 1048 разница это носит такую обувь период вашингтоне может вашингтон ты что хотите сказать что это отпечаток ноги что ли это не о чем не говорит можно надеть обувь на несколько размеров больше так вон бутылка опрокинутая бутылка вина так мы уже знаем что в этой бутылке но все равно давайте понюхаем что это из-за дрянь бордон причем от шагу обре он очень хорошее вино не знаю что случилось но пить его нельзя вот туда опиум добавили вот что случилось с этим вином так ну и сам ножичек так рассмотрим кинжал на рукоятке остался след от маленького ладони и представляет чтобы у мужчины была такая получается это женская рука смотри еще раз лезвие короткая тонкая по всему острая запачкана свежим кровью рукоятка нижняя часть рукоятки чистая убийца сжималки взял так сильно что под ладонь кровь не попало судя по отпечатку у него маленькая худая рука так ну чтож здесь мы все осмотрели и так а почему у нас какой-то этот странные давайте снимем отрицательные эффекты откуда они возникли от того что мы понюхали бутылку так ну чтож значит эмили умерла стоя фуэмили а это не могло быть самоубийством вот такая мне сейчас возникла странная мысль так как она лежит например если бы в этой руке вправо и она держала кинжал было бы похоже что он упал в эту сторону брызги в эту сторону хотя удара были нанесены сзади то есть кто-то подошел к ней сзади и располосовал ее и так какие выводы мы можем сделать больше всего меня смутило вот это вот кинжал на котором нету крови на рукоятке и кровь на правой руке элизабет но о чем у нас еще идет разговор о том что удары как сказал у и а похоже наносились сзади не могло ли быть так что самоубийство не знаю а вот следы борьбы меня немножко смущают если это самоубийство то следы борьбы тут ни при чем а вот что если подушки раскидано что если ей как говорится ее же руками ее и зарезали ну в общем даде друзья дело загадочное я думаю что стоит допросить расспросить скажем так всех остальных кого мы можем расспросить а вы закончили сэр да пожалуй прекрасно сэр возвращайтесь в любое время я буду ждать на входе так ну что ж идемте идемте и давайте-ка начнем расспрашивать всех подряд кто у нас тут первый попадется того и расспросил это у нас ну идемте к вельнеру и вельнер это мы еще и не были монеточки у него тут разбросано еще что-то мед отлично что тут декларациум какой-то интересная картина ну-ка ну и посмотри или что тут у нас символы а пску обскуранта окей нас там улице не можем страдания юного на первой странице надпись оставлено вельнером дорогая элизабет эта книга меньше чем я могу отблагодарить вас за время проведенное со мной надеюсь она будет напоминать вам обо мне ваш вечный слуга значит вельнер состоял в связи с элизабет впрочем ничего удивительного если учесть его любовь ко всему оккультному кстати что там наверху за график таблицы алхимических элементов кто-то обвел знак цинка очень интересно так ну и ты какой тут неуклюже рисуночки тебя не интересует тоже какие-то оккультные письмена так что это такое осмотреть золотой эликсир и хорошо что это число на этой шкатулке замок с кодовым замком наверняка она много значит для так подожди-ка подожди-ка вард 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 четыре буквы давайте пока что отойдем и посмотрим какие у нас еще есть в комнате здесь это мы отгадали а вот что для вельнера важно и какое он мог там оставить и акунисты в юности понятно 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 так ладно я думаю что верно раз нас сразу не выгонят идемте давайте с ним может быть поговорим там стоит а потом вернемся к его шкатулке что у нас тут ничего лежаночки топчанчики это новое знание ядарная чего план что у нас тут алхимист старости в юности алхимист старости и медная ванна так что у нас тут якорцы нет у нас для якорцов место так вернер подожди-ка сейчас у тебя всего тут изучим записочки нам не даются коллекционная монетка кубе гает человек монеточки собирает в карманы залезает я веду расследование ки сапоги так вернер ну-ка давай-ка мы с тобой поговорим может мы узнаем о тебе больше чем я могу быть полезен дариши лорд мартимер поручил мне расследовать убийство которое произошло этой ночью надо большое несчастье а чем я могу помочь месье татуировки лизабет сразу спрашивается по отношения с лизабет наверно не очень тактично но с другой стороны какая тактика мы ведем расследование простите за вопрос но вы были знакомы с мисс адамс ну не совсем если честно нет да а конечно я обнаружил ваш инскрипт в страданиях юно вертнер что вы на это скажете осторожное дорешение испытывайте судьбу наши отношения с мисс адамс были чисты и они вас не касаются играйте свое расследование дальше но если я первым узнаю кто был элизабет то меня устроил бы и короткий ответ но он ясен из ваших слов ага манипулирование вы любили ее ой 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 у нас осталось впечатление что вас роман ваш роман окончен я прав и что вам то какое дело я бы и пальцем его не тронул если вас это интересует ах кто захотел расстаться вы ли она 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 захотела впрочем мы оба все понимали так манипулирование опрос а что нам это даст как давно как недавно какие отношения не думаю что это все понятно понятно что он ее любил понятно как давно они с ней сошлись зашлись наверно не столько важно и какие отношения в принципе тоже важно я бы не стала тут ничего выбирать давайте закончим этот разговор спросим лучше о татуировках вы видели татуировки на теле мисс адамс ну конечно я спросил только потому что мне хочется узнать ваше мнение на этот счет она хотела успел то есть то что терзала ее изнутри само ее тело стало от земницы по вашему она пыталась себя защитить и Ализабет была пламенем свечой в ночи свечой окруженной непроглядным мраком полчищем демонов называйте как хотите я пришлось через многое пройти чтобы не дать своему пламени угаснуть так что вы делали этой ночью в своей комнате я читал старые манускрипты перед сном но недолго день был тяжелым благодарю вас давайте пока закончим на этом все я еще немного осмотрюсь после чего оставлю вас как вам угодно так 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 влюбленные Элизабет на шкатулочке случайно не Элизабет на шкатулочке 4 буквы чеснок на шкатулочке на шкатулочке на шкатулочке на шкатулочке первая буква предположим л вторая буква и третья буква я думала Лизе или что-нибудь такое нет вернуться четвертая буква а шкатулочке то что а четвертая буквы корня подожди какая четвертая цирк я друзья это не цирк а риск нет третья буква так и что там с алхимией может быть связано а цинк 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 вот оно что слово обведено да 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 цинк правильно и мы получили листовочку надо здесь же у нас вот было слово обведено цинк все понятно все гораздо проще подсказка была у нас на глазах так ну чтож ладно пошли отсюда пока что так влюбленная верно кто у нас тут подожди подожди подождите вы его так помчались я постоянно путаюсь в этих амфиладов и так здесь у нас был верно так а здесь кто вообще закрытая комната так ладно пошли дальше кто у нас тут я бы поговорила с период 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 у нас с ним не состоялось до сих пор никакого разговора да и вот это жак перю так опять будут мордобой тихо спокойно оставайтесь всех местах что тебя от меня нужно решать здравствуйте возникла такая ситуация не трудитесь давайте к делу и так ясно зачем ты тут вы хотите мне что-нибудь рассказать а зачем все равно уже поздно делай что надо вы метайся психология хочу пускать комнату у вас болезненный лиц или вручий ошибаетесь если вам есть что сказать сейчас самое время ты не понимаешь уже все начертано это конец почему он взят себя как преступник что начертано боюсь я вас не понимаю само собой дарди дай-ка мне свой узор из четырех кругов взламывай надеюсь тебя не стукнут по затылку сзади за это дело баночки и письма месье перю позвольте поблагодарить вас за щедрое пожертвование благодаря вам мы наконец-то отремонтируем западное крыло приюта у ребят которые вы нам передали все хорошо малютка пьер скоро снова будут ходить некоторым деткам все еще снится как их родители стоят на шахоте но я уверена что со временем кошмары пропадут на случай если вы пришлете нам еще детям и скоро докуплен 20 кроваток мы с воспитанниками сердечно вам благодарны да здравствует республика и франция сестра мари эленд вы франции не столько не унести а якорцы надо кормилицкая вода давно что из новое избиение младенцев так значит у нас есть сострадание к деткам жестокий страшный месье перю деток казненных вы отдаете в приюты ты здесь тоже какое-то избиение избиение младенцев рубинсом мрачновато оказывается моя комната еще ничего с моим из на не знаю встретимся ли мы снова я попал ловушку собственных решений тебе нужно защитить без тебя у меня нет будущего твою жизнь еще можно спасти уже неважно сердишься ли ты на меня просто знаю что я заключил сделку с дьяволом которого надеялся обыграть я думал что знаю все про эти чудовищ но мой подвиг во имя франции ничто по сравнению с тем на что способна они выхода нет их челюсти скоро сомкнуться люблю тебя всегда буду любить кого это письмо но я почему-то молчишь по поводу этого письмеца у тебя нету соображений у меня и подавно кто мог написать ему такое нежное и прощальное послание очень-очень мрачно так а что мы там сжигали что мы там сжигали и почему бы это не можно посмотреть ладно страстно революционер что тут золотой эликсир отлично что тут дорогой друг прошу вас посетить мой особняк чтобы обсудить происходящее париже скале вас будет ждать лодка которая доставит вас на английский порт-дувр оттуда экипаж довезет вас до 3 жила где а пришвартован мой фрегат на нем вы и остальные гости заплывете до моего острова жду вашего прибытия лорту или мартимер неспытный способ очень интересно что тут такая за ложечка у себя для убавля что тут полицейское досье записки для лейтенанта парижской полиции список людей за которыми в париже установлена слежка тут даже очень известно имена это ценная информация таким тассе не разбрасываются жак беру психология что жак беру слаб на мозг верни слаб на психологию что ж и здесь тоже какие-то избитые младенцы везде кинжал на везде пьют женщины детей и очевидно я так понимаю что в каждой комнате есть какая-то часть картин которая рассказывает то ли слабость то ли еще что то этого обитателя этой комнаты или какие-то тайны и его страхи но в общем картина подобрана совершенно не случайно и не зря так все смотрели давайте-ка я еще раз бегло взгляну где мы были улочки читали а надо кстати не забывать поднимать глаза вам пожалуйста достали янтарик что ж я бы еще с тобой поговорила если это возможно месье пирю все закончил на кой и совсем я бы хотел задать вам пару вопросов вы убили элизабет адамс я нашел след обуви на месте преступления у вас есть при себе оружие я нашел ваше письмо какое письмо он нравится бить женщин допрос наверняка сложный вас есть при себе оружие вы были вооружены я могу увидеть ваше оружие нет вы понимаете что делается только хуже подумать о себе своей судьбе так я нашел след обуви на месте преступления вы были на месте преступления перестаньте тратить мое время расскажите ты ничего не знаешь так просветите меня пока что я видел лишь ваш след в луже крови здорово ты выяснил что мой ботинок был на месте преступления поздравляю расследование можно заканчивать я не не дружочек это еще не все я сейчас буду мучить если что-то будем бить опять друг другу лицом я хотел бы задать вам пару вопросов а где-то вот эти дурацкие якорцы подождите это у нас это что ли нет слабость и устойчивость показывают вот тот самый якорец а как я и думала что тут у него устойчивость оружие след обуви ну-ка давайте а это по поводу письма знаете так об этом позвольте спросить о вашем письме как зовут женщина которая адресована кто сказал что это женщина я тебе ничего не сообщи можешь не пытаться у тогда подожди дай-ка я заберу у тебя тут по-моему я корцы мы забрали так дружочек но все а ты закончил на quite не совсем не хотел бы задать пару вопросов так манипулирование так а если мы выпьем при этом меду а вот мне вообще не как но честно говоря я меньше всего думаю на перу я все до свидания у нас еще пока идет время с этими якорцами а теперь по крайней мере я знаю как они работают так кто у нас тут дальше был на наполеон пришло время с ним поговорить давай скорее время идет луи мы все до вещи мы все до решений прошу поторопитесь у меня мало времени так пистолет твой где как у любого военного у вас наверняка из оружия не покажет его что ж смотрите вот мы пистолет не бойтесь он не заряжен у вас несколько таких кассики на корсике да но никак на путешествие только бандиты носят по себе целый спасибо так спросите прошлом очень вы слышали про убийство элизабет конечно мне очень жаль лорд мортемер попросил меня знаю знаю вам интересно что я делаю я всю ночь играл карты на первом этаже а с кем вы играли кинутью миху из президента кейм из лордом мортемера мистером вашингтона и сэром грегори ах да и кардинал пьяджи просили чуть-чуть забыл так сколько длилась ваша игра ну точно не знаю дело в том что я ушел сразу после полуночи я утомился и плохо соображал поэтому решил пойти спать и вы не заметили ничего примечательного по пути в комнату не заметила весь особо дня крепко спала вот только кажется не весь не весь а кто-нибудь ушел раньше и и вм не было некогда следить за другими гостями но такого я не припоминаю деньги спасибо так ну а что-то необычное было вообще во время вы не заметили ничего странного нет если не считая того что лордом мортемер сэру грегори чертовски зло в карта они часто выигрывали я вам больше скажем если они нас обчистили ничего я еще отыграюсь до отъезда это все что тебя беспокоит так ну что ж ладно а что вы делали один человек видел вас у комната погибшим расскажите что вы там делали передайте этому человеку что он болван мне хотелось предостеречь ее всю ночь прибытия в ночь прибытия я видел как кто-то выходил из ее комнаты я собирался поговорить с ней к несчастью на леди каждый раз ускальзывала от меня теперь понимаю почему я была чем беспокоиться надо было действовать решительнее я мог спасти его наполеон тут выставлять не самым умным обдумать сказанное ну-ка давай как судя по его поведению он говорит правду все же удивительно как легко его расколоть наверняка потому что он военный ну и нибудь с таким уверенным вот все такими как он я тоже давно раз закончил расследование так подожди к подожди когда вы ка еще раз по поводу комнаты элизабет на пиктонизрум к нью-таме будь юр дуэй икзакли плиз да болван болван из иди от ай вот это волна от и бикафы юси он донайте в маяхай в айсо-самон и винхару инхест и дай французский акцент в английском разговоре так давай-ка расскажи мне о том гости которого ты видел и вы разглядели этого незваного гостя к сожалению нет было темно я торопился к лорд мортимеру и но он просто не обратил внимание но и мы снатвили и пень отручен и но как-то подождите но хотя бы ну-ка давай-ка мы пытаемся узнать детали простите за настойчивость но если вы увидели этого человека вы знаете куда больше просто считаете эту информацию бесполезно вот поясните например была ли это женщина все гости носит пышное платье а их сложно не за это был мужчина платья у него не было на пленку точно немножечко туповатый по крайней мере тут вы видите вы многое запомнили постойте дайте мне немного подумать как во рост был мужчина носил ли он парик как звучали его шаги точно рост ни с кем его не назовешь это был высокий высокий подтянутый мужчина остального я не помню миссия дариши ничего страшного вы так уже мне помогли большое спасибо давай обдумай еще раз итак ладно давайте закончим разговор и финиш на этом все мы съем так точно спасибо за беседу хорошего дня наполеон вводил высокого подтянутого мужчину похоже по описанию на вера это был не священник который ходит в принципе в сутане это было одни женщина вашингтон у нас стройным не назовешь очень даже подходит это описание так кто у нас тут а герцогиня кстати герцогиня зачем она устроила эту сценку с нами с нашим героем в постели хочется спросить ведь такие женщины просто так ничего не делают опекаемые дети приюте для сиропа гарлем не вполне понимаю зачем все эта картина а вот мне так очень даже понятно король георг третий неплохой выбор для спальни английской герцогини так что у нас тут грамматика пор рояля искусство владения великолепным французским языком кто знает французский тут правит мира по крайней мере его частью да 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 кстати где она здесь вообще герцогиня то я вижу по моему кусочки янтаря раскидан гитарик по всему особняку здравствуй спасибо за последнее письмо к сожалению корона предупредила золотой орден что мы ни в коем случае не должны помешать сссеру грегори им явно удалось заручиться поддержкой букингенского дворца нас связали по рукам и ногам и лишили всякой свободы действий держи меня в курсе делом выполнить задание будет непросто с любовью с судя по всему французский орден не знает о поездке наши знакомы сары по всему ничего не могу тебе сказать а впрочем как мне кажется она явилась сюда по личному зиму может быть наши герои ничего не говорят потому что мы хотя нет я думаю что вряд ли надо давать ему проигрывать до конца портрет сестер олд грей рейнольдса которую я волгриф просил картину выставили как мясо на рынке омерзительно ты прям такой прогрессивный так здрасте герцогиня дайте мне посмотреть на ваши туфельки письмо от уильяма пита младшему для эмили а он нынешний премьер-министр великобритании у эмили весьма могущественные покровители мадам благодарю вас за заботу о королевстве королюска в нем становится хуже но я полагаю припадок скоро пройдет не могли бы вы при встрече попросить ее величество обсудить супругу моего ходатайства о повышении налогов я делаю все возможное чтобы спасти страну от разрухи но к сожалению из-за душевного недуга короля действовать быстро не получается заранее благодарю за помощь и уильям пит премьер-министр королевства великобритании чего себе какие она проблемы то решает ходатайство а увеличение налогов это что такое герцогиня его святейшество готов помочь королю грегору мы выделяем средства на наем эмигрировавших роялистов для борьбы с францией ваш друг кардинал джо 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 я джо понятно тюку из скважина обрамляют два круга крыс ключом у меня нету ключа взломать новое название прав мира уважаемый грекори благодарю вас за информацию мне удалось немного разузнать об этих людях. Джорджуа Вашингтону можно доверять. Несмотря на политические успехи, он остался честным человеком. С другой стороны, как вам известно, он уже ведет дела с лордом Мортимером. Получить его доверие будет сложно. О Наполеоне Бонапарте я до сегодняшнего дня ничего не слышал. Его пылкий молодой офицер французской армии, которому Мортимер пророчит великое будущее. Будьте осторожны, он человек твердых убеждений, а потому, на мой взгляд, опасный противник. Что касается Сары Доришей. Мне нечего сказать, вы уже знакомы. Судя по всему, лорд Мортимер пригласил ее из-за парижской шумихи вокруг заказчика того ограбления. До скорой встречи, герцогиня Эмили Хиллсбороу. Мне столько не унести, заберу позже, кармелинская вода. Так, мы просто столько всего набрали, что? Письмо от Уильяма Питта-старшего для Эмили. Когда-то он был премьер-министром Англии. Это письмо 15-летней давности. Мадам, никогда не устану благодарить вас за проявленную заботу и внимание. Я у вас долгу до конца своих дней. Просите чего угодно, я все сделаю. Что касается моего сына Уильяма, я безмерно благодарен вам за помощь. Вы знаете его предпочтение и скоро сами поймете, что он в вас нуждается. Как мы и договорились с королевой Шарлоттой, наш друг герцог Хиллсбороу выполнит свое поручение встретиться с вами в течение полугода. После этого вы позаботьтесь, что такое нужда. Искренне ваш Уильям Питтграфт Чатл. Ну вот так вот и вышла наша герцогиня замуж. Понятно, что не попылка любви, а именно королева Шарлотта. Смотрю, здесь собирается вся королевская семья Англии. Что это у нас такое? Смотреть. Девол miaик Ор scare помогает опороться люб jargothIT а место у нас нету. А сколько у нас мед 2 падает подожду ли пока его пить так подушки сбиты эмили вам не спалось или у вас была бурная ночь и в вашей спальне нет места для золотого эликсира мне нужен мед мадам чем могу помочь луи я хотел обсудить с вами случившееся вы слышали что произошло с элизабетом конечно как и все слухи разлетаются быстро ужасная новость с ней было я едва знакома но надеюсь бедняжка недолго мучилась сомневаюсь элизабет ударили кинжалом девять раз и смерть явно была мучительной девять раз какие же надо быть чудовище вы знаете что там произошло так лорд морцемер попросил меня провести расследование мили самом деле вы теперь его ищейка я это делаю ради элизабет они уходу морцемеру тогда ладно вы молодец что-нибудь выяснили обсудить убийство не хватает очков так давай-ка спросим об отношении с элизабет вы с элизабет были знакомы должна признаться но и я не обращала на него внимания к моему что дома даже ни разу не разговаривали она была поглощена своими заботами да и на собрание и они приглашали так что я не спешил ознакомиться так ну что с придется наверно все-таки пить мед обсудить убийство давайте-ка сначала другие вопросы отпечаток ладони клочок ткани я нашел оборвок платья в комнате мисс адамс серый шелк откуда взялся я задаюсь тем же вопросом улице платье такого цвета хотя возможно я нашел все его одежду боже мой луи вы понимаете что это значит если это не платье элизабет то получается у меня нет платьев из серого шелка луи но и мои сестры которая носит такую же одежду но да именно это я и ожидал услышать сочувствую вам луи спасибо вы в порядке ваша мать наверняка может объяснить почему она была на месте преступлением спасибо эмили что по поводу ладони кинжал мы нашли с тонким лезвием уже понятно кто владелец еще выясним причем если нападавший вознил кинжал несколько раз то на его руке должна быть кровь жертва думаете это зацепка на рукоятке отпечаталась худая ладонь эмили скорее всего женская понимаете о чем это говорит на острове всего три женщины учитывая что не у меня ни у моей сестры не было причин убивать юную леди значит я знаю эмили я знаю крепитесь луи скорее всего этому есть объяснение вы должны во всем разобраться если вы рассуждаете верно ямили то мне совсем не хочется в этом разбираться слушайте подождите а вас же двое и вы близняшки и вы 1 одеваетесь одинаково мне очень интересно и с кем-то был прошлой ночью мне очень интересно ну ладно кстати что по поводу переписки спешим слышал вы поддерживаете связь с ватиканом ах если по его высокопресченство длинный язык либо вы лезете не свое дело с 1 ими ли вы собираете армию рейлист это не шутки а вы уходите от тема вас что-нибудь еще интересует о нет ты знаешь я не буду обсуждать с тобой убийство я закончу разговор у нас слишком много так мало пунктов а у нас еще между прочим в вашингтон впереди вашингтон который у нас еще не до прошлого и так ладно что это у нас за день к такое и а это у нас письмо ладно странно что мы не нашли ни одной монетки в этой комнате но возможно мы сюда еще вернемся и кажется что надо будет делать чуть ли не два захода к каждому то нас тут на нем был курил который который готовая нету ты у нас вашингтон это твоя комната это кто снижается ходу пиаджи ага пиаджи все еще не здесь а где в вашингтон а как ты проскочил что это должен быть вашингтон поможет да 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 пошли ну чтож вашингтон так друзья но вашингтон вашингтоном однако наша по моему эфирное время уже совсем подошло к концу поэтому давайте-ка мы здесь наверное с вами и расстанемся и пытаясь вашингтона будем уже в следующий раз смотрите-ка какая у него голубая гостиная вот поэтому огромное спасибо всем кто это видео посмотрел я надеюсь мы с вами увидимся в следующем всего вам хорошего и пока 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 пока